Здравствуйте, коллега! Итак, наша система позволяет создавать тесты по шаблону. Вот мы его сейчас откроем от преподавателя, но этот шаблон был заполнен с ошибками. Я сейчас покажу, как это исправить. И главная цель всего нашего процесса используя шаблона для последующего импорта в нашу систему тестирования. Вот сейчас располагаю, и вы делаете точно так же, рядышком два файла. Один ваш исходный, с картинками и так далее, с формулами, и один шаблон. Первое, что мы из него делаем, копию, сохраняем его как копию. Допустим, в папочке экология мы создаем новый документ. К примеру, экология, шаблон, чтобы не путаться, что это шаблон для тестов, для импорта. Готово. Далее, следующий этап мы анализируем. У нас не будет эссе. Удаляем. Один правильный вариант ответа мы оставляем. Сразу, коллеги, давайте включать режим черновика, чтобы было удобно. У нас вот так вот меняем. Короткий ответ тоже не нужно. Верно, неверно, не нужно. Удаляем из нашего итогового шаблона. Вопрос на соответствие. Вот он у нас есть. Выделить название вопроса и вставить его в эту ячейку. Больше ничего не менять. Обратите внимание, вот эти определения, короткие, должны быть всегда справа. Так, и тут четыре строчки. Значит, добавляем одну строчку. Вот так вот. Иначе длинная строка в этом будет неудобно, не видна будет. А длинные названия определений вставлять всегда с левой стороны. Вот четыре строчки. Короткая справа. Длинная слева, короткая справа. Запомните. И, наконец, последний вариант, который вы потом будете дублировать, это название вопроса. Вставляется в эту ячейку название вопроса. Ну и варианты ответа здесь очень простые. Три варианта скопировали и три варианта вставили. Вот такой простейший случай. Если у вас больше строчек, вы добавляете, но все равно сто процентов остается. Вот и все. И вот теперь главное рискованное событие, которое может у вас произойти. Чтобы добавить новое задание такого же типа, вы его копируете. Например, через копировать или Ctrl-C и вставляете ниже без изменений. Вот. Обязательно с этим заголовком. Обязательно сначала выделить его целиком. Вот это будет правильно. и тогда вы продолжаете добавлять только вот это название вопроса и только вот эти ответы. Все. Если вы так будете делать, то все получится. Осталось сохранить и направить мне. Что делаю я? Я беру, получаю ваш файл. Вот допустим, я его получил. Что делаю я? Кстати, вы можете делать то же самое, что и я. Открываете банк вопросов. Вот у нас экология. Ни одного вопроса нет. Делаю импорт. Открываю импорт и вот этот волшебный плагин у нас есть. Выбираю категорию общие в экологию. Каждый вставляется свой. Выбирается файл, который вы подготовили. Его можно вот так вот перетащить и делать импорт. Все. Ура. Задача решена. Вот сейчас все работает идеально. Мы ничего не испортили. Проверяем. Это проверяю часто я сам. Вы тоже можете проверять. Вот на соответствие длинные названия слева, короткие справа. Можно начать сначала. Отобразить правильно. И вот с правой стороны короткие, длинные слева. Вот это очень хорошо. И второе задание. Просматриваем. Оно появилось корректно. Выбираем неправильный вариант. Завершить. Да. Наш комментарий, к сожалению, неверно исполнился. Начать сначала. Отобразить правильные варианты. Он покажет правильный. Задача идеально решена. Уважаемые коллеги, прошу вас просмотреть и повторить то же самое. Все будет работать. При необходимости обращайтесь в этот чат. С вами был Юрий Белоножкин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова